Вы знаете, две ремарки по этому поводу. Первое, меня умиляет, прошу никого не обижаться, что люди, находящиеся во власти, делают вид, что они к власти не имеют никакого отношения. Вот посмотрите, сегодня законодательное собрание края. Все понимают, что там представлена Единая Россия, да, это так. Но там представлена также Справедливая Россия, Коммунистическая партия Российской Федерации и ЛДПР. Вот на краевом уровне уже четыре партии не просто находятся во власть, они там получают заработную плату, они обладают всеми теми же правами, что и депутаты от так называемой партии власти Единая Россия. У них ровно такой же статус. И в этом смысле, когда они пытаются сделать вид, что от них не зависит ситуация в жизни, ну, прямо скажем, это не очень правильно. А дальше вопрос взаимодействия. Потому что, ну вот по опыту, опять-таки, в законодательном собрании я вижу, что всё в целом законодательное собрание достаточно открыто и конструктивно обсуждает самые разные предложения, и никто не оглядывается, кто является автором этих предложений, какую партийную прописку имеет. И второй момент, который тоже нужно иметь в виду. Пытаются сейчас обвинить, что некоторые из этих партий не ведут яркую кампанию. Каждый ведёт кампанию как может, как считает нужным. Я при этом уверен, что у всех этих партий есть своё электоральное ядро. То есть те люди, которые за них традиционно уже голосуют, которые верны своим партиям, и они поддержат свои партии на выборы. Здесь я бы особо не удивлялся. Мне кажется, что такая обычная, нормальная работа. Новички-то ведут свою избирательную кампанию очень активно. По-разному. Кто-то активно, а кого-то мы не видим. Мы знаем, некоторые партии, даже не красноярцев, выдвинули в Красноярский городской совет из новичков. Вот если внимательно мы посмотрим список, мы увидим там и жителей Москвы, и Петербурга, и Самары, и Саратова, и Ростова, и так далее. Поэтому то, что всё-таки мы краевым законом приземлили партии тоже к округам, работает на пользу красноярцам. Красноярцам имеет смысл теперь читать бюллетени и смотреть фамилии тех людей, которые написаны в партийных группах. Это точно имеет смысл делать. Так что, когда пойдёте восьмого на выборы, не забудьте очки, пожалуйста. Просто бывает такая ситуация. Я бы и заранее прочитал, поинтересовался бы на самом деле. И это тоже очень интересно, конечно. Кстати, про восьмое число. Многие эксперты прогнозируют низкую явку на выборах. Ну, если просмотреть динамику, то 2008 год, когда мы выбирали главу города и городской совет, там была явка за 50%, а на прошлых выборах главы города было, я даже не помню, мы бы перевели за 20% или нет. 21-25% было там где-то. Но вы, пожалуйста, не забудьте, что высокий процент, как правило, был тогда, когда у нас совпадали выборы с президентской, например, компанией. Значит, в целом, мировая практика сегодня такова, к сожалению, что на местный уровень явка снижается. Раньше не было такой тенденции, а сейчас она вот именно такая. Думаю, что это требует дополнительного, требует дополнительного изучения. Мне кажется, что одна из причин этого, это, с одной стороны, участие населения, потеря доверия к власти, а у другой большой части наличие дополнительных инструментов взаимодействия с властью. Ну, вот посмотрите, вот уже, как минимум, второй год мы с вами видим, что мэрия, определяя, например, дороги для ремонта, ориентируется не только на мнение, например, депутатов городского совета, но и на конкретные обращения граждан и даже голосование проводит. То есть вот эти формы прямого и контакта с властью местной не только на выборах, оно приводит к тому, что человек думает, ну, а зачем мне выбор, если я и так имею возможность повзаимодействовать с властью? Я не думаю, что это очень хорошо. Эти форматы должны быть вот такого прямого и регулярного взаимодействия с гражданами, но на выборы всё же ходить надо, потому что всё-таки мы формируем тем самым власть. Мы доверяем кому-то принимать решения от нашего имени. Хотелось бы, чтобы мы доверяли людям достойным, ответственным, честным и людям, которые способны отвечать за все принятые решения перед нами, как избирателями. Это вот имеет очень важное значение, поэтому хорошо бы свой голос никому не передоверять. Вот сейчас у нас существует единый день голосования. На ваш взгляд, это хорошая идея? Это правильная идея, что мы выбираем всех в один день? Ну, с точки зрения страны и экономики, это правильная идея. Другое дело, что мне не очень нравится, что мы это делаем, ну, фактически, в первое воскресенье, такое полномасштабное, с сентября, потому что, ну, с точки зрения нашей погоды, конечно, хотелось бы, например, в октябре бы проводить день голосования, а не в сентябре, потому что очень многие вынуждены накопать картошку, зависит от подобного рода всяких дачных работ и так далее. Вот, а сам по себе тема единого дня, она абсолютно правильная, потому что она, ну, просто физически экономит средства в кармане страны. Ну, сейчас можно как-то красноярцев суметь все-таки подъемить на выборы? Вы знаете... Вот за эту неделю что-то, что должно произойти, чтобы они пошли? Ян, вот смотрите, давайте еще раз разберемся. Вот в нашем... Вот, понимаете, вот, например, в Австралии участие в выборах является обязанностью гражданина. Вот даже, по-моему, штраф есть, если человек не приходит на выборы. Да, и, соответственно, есть штраф. Вот это обязанность. В нашей Конституции выбирать – это право. Поэтому, вот когда мне говорят, там, мы повысим явку. Кто мы? Кто мы? Гражданин сам решит. Конечно, участники политического процесса, партии, кандидаты, они должны быть заинтересованы в большей явке, они должны привлекать кандидатов. Это их зона ответственности. Органы государственной власти края, избирательные комиссии всех уровней должны что? Обеспечить право, обеспечить демократичность процедуры, обеспечить наблюдение за соблюдением процедуры и честный подсчет голосов. Ну, в Красноярске, вы знаете, у нас на этих выборах вновь на всех избирательных участках будут работать наши все средства электронного наблюдения. И в интернете можно будет видеть трансляцию со всех избирательных практически участков. Все избирательные участки будут оборудованы комплексами автоматической обработки бюллетеней. И, соответственно, мы с вами увидим, что никто вручную ничего считать не будет. Машины все посчитают. Мы увидим все эти результаты фактически в первый же час работы после работы системы Газвыборов, когда закроются участки. Поэтому мы с вами увидим, все максимально прозрачно. Вот это обеспечили органы власти и избирательные комиссии всех уровней. А что касается явки, это дело совести каждого конкретного человека. Большое спасибо, что пришли к вам в студию. И вам тоже спасибо. Я в финале, Ян, хочу обратиться к Красноярск и вот о чем сказать. Дорогие друзья, это наш с вами город. Мы все заинтересованы в том, чтобы Красноярск был и дальше локомотивом развития Красноярского края. Мы очень хотим, чтобы наша городская власть была вменяемая, чтобы она не тонула в ворохе взаимных обвинений, а принадлежа к разным партиям. Я уверен, что городской совет будет многопартийным. Но к разным партиям. Но все эти люди, депутаты городского совета, ставили интересы красноярцев выше партийных и идеологических моментов. Чтобы они боролись за экологию нашего города, за планы развития нашего города, за социальное развитие нашего города и социальные гарантии для красноярцев. А это значит, нам нужны профессионалы, добросовестные, честные и ответственные люди во власти. Давайте выбирать именно таких людей. Большое спасибо. Сегодня у нас в гостях был заместитель председателя законодательного собрания Красноярского края Алексей Клешко. И небольшое, но очень важное, на мой взгляд, послесловие. Когда мы записывали нашу беседу с Алексеем Клешко, мы еще не знали результатов встречи губернатора Красноярского края Льва Кузнецова с президентом России Владимиром Путиным. А ведь эта встреча принесла очень важный результат. Президент поддержал позицию красноярцев и краевых властей в отношении Енисейского ферросплавного завода. И заявил, учитывая экологическую обстановку и пожелания горожан, Енисейский ферросплавный завод в Красноярске не должен быть построен. Вот такой постскриптум.